Сегодня мы с вами рассмотрим несколько блоков из раздела математики в приложении ArtBlock Работать мы будем с вами с платой Arduino Uno Изначально переходим в основные и выбираем основной блок, настройка и программа Далее математика, и здесь у нас есть два блока, это блоки, которые указывают числа Первый блок это просто число, данное число может быть присвоено к любым блокам, где его можно вставить Самый простой вариант это установить данный блок к переменной, то есть именно присвоение значения к переменной Переходим в переменной и создадим переменную на папеременной x Кликаем ОК, вначале мы создадим переменную x и далее к ней присвоим какое-то значение Выберем тип переменной int, целое число Все полученные значения мы с вами будем отправлять в 뭐 not последний портал Сて etc давайте установим подключение и далее просто отправим значение Число значений вы также можете отправлять в монитор последнего пошта То есть здесь вы можете прописать просто число, к примеру 123 Загрузить на плату h3 и посмотреть, что данное число у нас отправляется в монитор последнего пошта Открываем монитор последнего пошта, запускаем трансляцию и получаем число 123 Число можно не только отправлять, но и число можете записать в переменную Здесь мы присвоили начальное значение Если мы создадим блок переменной x, то вы можете в переменную x записать так же число, к примеру, 3, 2, 1 Создадим блок переменной x и отправим в монитор последнего порта Загружаем данную программку на плату h3 Окей, заказа завершена, открываем монитор последнего порта, запускаем трансляцию и мы с вами получаем число 3, 2, 1 Вместо данного числа вы можете присвоить значение вот такое число в градусах Данное число используется, чтобы можно было его ставить в блок, где серфов привод Переходим от точки и у нас есть блок серфов привод Задание угла, то есть там можно вставить обычное число И можно такое число вставить, где вы будете выбирать число при помощи мышки Это по сути то же самое число Я могу вот сюда его установить и число 20 у нас отправится в монитор последнего порта Этот блок у нас один из разновидностей того, как можно легко и просто задать значение При помощи мышки, чтобы данное число не печатать То есть вот мы отправляем число 20 Следующий блок это сумма, разность, умножение, деление и корень Например, сумма, то есть к перемене x мы можем с вами прибавлять значение Следуем переходим далее в время и выбираем время задержки, чтобы наши значения не улетели в космос Загружаем данную программку и сейчас мы с вами рассмотрим, как работает блок суммы То есть мы каждый раз к перемене будем прибавлять значение 1 Открываем интро последнего порта, запускаем трансляцию Если не смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее Значение минус Например, давайте пропишем значение 100 Это начальное значение И каждую секунду мы с вами будем отнимать из 100 по единице Окей, загруза решена Открываем интро последнего порта, запускаем трансляцию И мы получаем с вами, скажем так, разность числа Каждый раз мы из числа отнимаем значение 1 Следующий блок это случайное число Здесь мы с вами задаем значение от какого до какого числа И нам нужно выбрать случайное число То есть случайное число выбирается на микроконтроллер Если мы сейчас загрузим программку Нам каждую секунду будут генерироваться случайные числа В пределе от 0 до 100 Обратите внимание, что сейчас у нас выпало случайное число Случайное число, случайное число и так далее То есть данное случайное число генерировается случайно Следующий блок это карта значений Давайте сразу продублируем переменную Здесь указывается диапазон значения переменной Которое будет меняться в ходе программы И здесь указывается выход данных значений То есть если мы указываем 0, то здесь будем получать 0 Здесь указывается максимальное значение, к примеру И здесь будем получать максимальное значение Например, давайте подключим потенциометр к оплате артуина Подключать мы будем в аналоговый пин А0 Потенциометр подключим в пин А0 Подключено питание И сразу введем значение в 0 На аналоговом пине мы с вами получаем предел значения от 0 до 1023 И хотим провязать данное значение, чтобы вывести, к примеру, в монитор последнего порта Чтобы прочитать значение с потенциометра, мы с вами переходим в сенсоры входа Аналоговый модуль потенциометр И можно в переменную записать значение Давайте вот так сделаем Запишем значение с потенциометра С потенциометра мы с вами получаем значение от 0 до 1023 И при помощи каждого значения мы можем превозить этот предел от 0 до 155 И отправить это значение в монитор последнего порта А в дальнейшем можно отправить на PCHM PIN Давайте загрузим и посмотрим, как у нас меняются значения Откроем монитор последнего порта, запускаем трансляцию И обратите внимание, значение 0 Смотрите, я так буду поворачивать ручку конциометра И у нас меняются значения Да, медленно, потому что я указал частоту обновления 1 секунду То есть максимальное значение сейчас у меня 255 Давайте здесь укажем примерно 100 миллисекунд Пропишем значение 100 Окей, завершено Откроем монитор последнего порта, запускаем трансляцию И мы с вами получаем значение 100 Потому что я увеличил максимальное значение То есть смотрите, я сейчас уменьшаю значение Значение у меня уменьшается А так изначально с цепотенциометра я получаю значение Давайте отключим блок То есть сейчас этот блок у нас не используется Мы будем напрямую читать данные с цепотенциометра И отправлять монитор последнего порта То есть сейчас вы увидите, какие значения мы с вами получаем С аналоговым модуля потенциометра, который подключен в pin A0 Запускаем трансляцию и смотрите Максимальное значение 1023 И минимальное значение у нас 0 То есть этот предел значений Мы с вами можем превразить при помощи каждого значения В любой другой предел, который мы с вами хотим К примеру, мы хотим предел от 100 до 500 И если минимальное значение у нас будет 100, а максимальное значение 500 И в этом пределе мы с вами будем уже в дальнейшем работать Смотрите, минимальное 100 и максимальное у нас 500 То есть вот так предел значений вы можете при помощи карты значений преобразовывать Следующий блок является ли переменная четным Или нечетным, целым, положительным, либо отрицательным Этот блок нам нужен, чтобы проверять Является ли данная переменная одним из этих, скажем так, пунктов Самый простой вариант, как это можно сделать То есть мы просто в переменную будем записывать какое-то число И в дальнейшем отправлять Обычно это делается так, что выполняются какие-то функции И в дальнейшем идет проверка И мы будем получать 0 либо 1, типа да, либо нет То есть является ли число 100 четным Давайте посмотрим Очень даже интересно узнать Является ли число 100 четным Запускаем трансляцию Значение 1 является, значение 0 не является К примеру, число 99 Оно не является четным Если мы с вами в ответ получим значение 0 То есть именно ложь И мы с вами получаем 0 Является ли 99 число нечетным Вот сейчас 99 число нечетное Если мы в анетопосленной порта получим значение 1 Обратите внимание, значение 1 А уже, к примеру, число 98 Оно у нас четное А здесь мы проверим, является ли переменная нечетным То мы с вами получим ложь Потому что 98 у нас число четное Запускаем трансляцию и с вами получаем значение 0 Следующее Целое То есть целое число, либо не целое 98 число у нас целое И мы с вами получим значение 1 Запускаем трансляцию и мы с вами получаем значение 1 Проверка положительного и отрицательного То есть число положительное, либо отрицательное. Число 98 у нас является положительным. Также мы получим значение 1. И отрицательным, если назначение будет отрицательным, к примеру, минус 98, к примеру. И мы с вами также получим значение 1. Мы с вами разобрали блоки математики. А в этом видео у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий. Увидимся в следующей видео. Всем пока-пока и удачи в разработке новых проектов.